Значит, хочу обратить внимание на грубейшие процессуальные нарушения в ходе расследования, рассмотрения и дальнейшего рассмотрения в суде и апелляционной инстанции данного уголовного дела. Начну с предварительного расследования. В магазине произошел конфликт. Мною незамедлительно было сделано сообщение в полицию. Очень подробно изложены доводы. Они все зафиксированы на видео. Очень подробно все изложено. Я понимаю, что вы не будете это просматривать. Вам это не надо. У вас уже готово решение. Нетрудно догадаться, какое. С моей стороны были предприняты все возможные усилия, возможности, способы, чтобы урегулировать конфликтную ситуацию в магазине мирно. А именно, первый эпизод. Предварительно. По предварительной договоренности. О чем говорил свидетель в судебном заседании Барнич. Материалы дела я приобщил о том, что подробные показания, которые просто вырезаны, игнорированы. О том, что умысла нет, то, что мы идем туда, назовем нас активистами. Группа людей снять ролик, зафиксировать, отказывают в этом магазине, не отказывают. Потому что там кто отказывает, кто не отказывает. То есть вот эта вот ситуация, когда только появилась эта вот отказа почти, пошла волна недовольств. Люди ко мне обращались, видя, как я решаю эти вопросы в других магазинах. Как я беседую с руководством, какие я доводы привожу. Люди ко мне обращались с просьбой прийти в отель и довести до руководства магазина, что действия их неправомерные. С этой целью мы и пришли. Не больше, не меньше. Никакого умысла там, что-то похищать в магазине. Я человек достаточно обеспеченный. Адвокат предоставил там документы, я так понимаю, подтверждающие, что у меня расходы в год достаточно большие. То есть официально есть деньги. На 270 рублей красть или совершать хищение творога, это смешно. Это глупо. Под видеокамерой, вот это все. Никто, ни один грабитель, ни один вор не несет товар через кассу и не требует оплаты. Это арсун. Если бы вы посмотрели видео, вы бы обратили внимание, что я единственный человек, который вел себя там адекватно. Спокойно дожидался руководства магазина. Очень корректно общался и с охранниками, и с кассирами. И успокаивал недовольных людей, стоящих в очереди. И тех людей, которые в мою защиту тоже аргументировали, просили принять оплату людей, которые пришли со мной. Понимаете? Все говорит о том, что ну не было умысла ни до, как мы пришли в магазин, ни во время, ни после. Более того, я пытался вызвать полицию, понимаете? Я обращался к сотруднику охраны, вызовите полицию. Сам, даже вот мне Бабич передавал телефон, ну подошел, адекватный охранник, как Акурин, как-то так его, по-моему, зовут. Вот. И я говорю, не надо телефон, попытаемся пообщаться. Но разговор не получился, он отказался представиться, и говорит, якобы неуполномоченно разговаривать, и ушел. То есть, эта ситуация была достаточно время. И только после того, как я понял, что ну ситуация не сдвигается с мертвой точки, понимаете? Полиция не вызывается. Это все видно на видео. Не вызывается. Я, соответственно, сделал звонок в полицию. Очень подробно сообщил о том, что вот произошла такая ситуация. Я приобрел такой-то товар, предъявил его на кассу, сослался на НОРВКОА, о том, что нарушаются права потребителя на 18.1, по-моему, не помню, там, на 20. Короче, есть статья. Я чуть попозже поясню, какая статья. Нарушение прав потребителя не берут на плату. Конечно, можно было бы дождаться сотрудников полиции. Можно было бы дождаться, находясь в магазине. Ну, я человек такой, который, ну, достаточно эмоциональный. Я когда нервничаю, почему мне нельзя надевать вот этот, ну, наморник, я буду прямым словом говорить, потому что это не средство медицинской защиты. Я начинаю задыхаться, у меня повышается давление, я могу потерять сознание. Поэтому, если все обратили внимание, кто смотрел мои ролики, я всегда выхожу на улицу. Всегда прошу там, при сотрудниках полиции, давайте выйдем на улицу, мне плохо, понимаете, я могу потерять сознание. Такая особенность организма. Понятно, никто это не учитывает. Ни губернатор наш ЧИБИС, никто не учитывает, ни кассир на кассе, ни вы не будете учитывать, ни Сулья Делозерской, никто не учитывает. Мы должны носить вот эти, не знаю, намордники на подбородки у себя, понимаете. Я вот это смотрю, спектакль, я крайне возмущен. И не только я, все люди возмущены, возмущены, понимаете, потому что есть прямые нормы, это гражданского права, законы, вот этих чрезвычайных ситуаций, где прямо сказано, что нельзя вот этими мерами ограничивать людей в правах, а берут и ограничивают. Ну если я совершил какое-то правонарушение, там, ну, есть определенный порядок. Толжественное лицо составляет протокол, проводит административное расследование по этой статье, там, 20.6.1. Протокол, потом суд рассматривает, выносится замечание, там, либо штраф, оно обжалуется. Есть определенная процедура, но это делают толжественные лица, уполномоченные это делают. А когда я прихожу в магазин, я, другой человек, женщина, ребенок, им отказывают только потому, что у них нету этого средства, скажем так, либо они не покупают вдогонку. Купил шоколадку, купи еще за 50 рублей вот эту маску. Да сейчас они подешли, вере. Раньше они 5 штук стоили, 150 рублей. Вынуждают покупать. А человек, который пришел в магазин, ходит по торговому залу, ну, потратил час, там, выбирал продукты, потом подходит, ему этот вот спектакль, вот это унижение, понимаете? Более того, я вам скажу так, что в некоторых местах, вот как заправки, другие магазины, в буквальном смысле унижают людей. Они говорят так, либо вы купите масочку, либо вы возьмите. Мамаев, давайте ближе к вашему уголовному делу все-таки. Давайте. Я, 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 понимаете, я должен об этом сказать, потому что... Мамаев, у нас здесь не митинг, у нас конкретно судебное заседание по конкретному уголовному делу, поэтому давайте по решению, по решению, которое вы оспариваете. Я пытаюсь довести до суда свое мнение, свое отношение, отсутствие имя умысла на хищение чего-либо. На то, что я осуществляю определенную деятельность на тот момент, потому что ко мне люди обратились. Ведь, если вы посмотрели, вот видеоролик 15 минут, это немного времени, вы без этого все поняли, отпали бы все сомнения, понимаете? Именно для этой цели, в том числе, снимался вот эта непрерывная видеозапись, потому что снимал и я конкретно, и снимал другой человек со стороны, чтобы было видно, как что происходит, что я не совершаю никакие действия, понимаете, там, ну, насильственного характера, там, еще какого-то. Наоборот, себя веду подчеркнуто, я хочу отметить, подчеркнуто, уважительно, вежливо, не поддаюсь на провокации, особенно Козловым. Я вам просто поясню, в чем эти провокации заключаются. Когда человек нарушает мою социальную дистанцию, приближается ко мне и, извиняюсь за выражение, касается меня своими гениталиями, только чтобы спровоцировать меня, при этом я к нему повернут спиною, понимаете? Это на видео есть. Да, там зафиксирован даже мой взгляд, потому что я в шоке, но я понимал, что я не имею права провоцироваться. Я спокойно выдержал эту ситуацию, отошел от него на расстояние и дождался, ну, там, прикода других товарищей, с которыми точно так же не получился разговор, который с момента, когда Дидаров, как только подошел, сразу начал хамить, понимаете? Сразу. Первый вопрос, с кем бы я ни разговаривал, представьтесь, кто вы по должности, вообще уполномоченный бы разговаривать, ну, какой вопрос вы можете решить, понимаете? И когда подходит Дидаров, я ему спрашиваю, вы кто? Он говорит, вот мой бейджик и вот так вот вверхит, понимаете? Это вот как вот некоторые сотрудники полиции, хлоп-хлоп удостоверения, типа успел заметить, заметил, не заметил, не заметил. Естественно, разговор у вас не получился. Дальше люди ему пытались, присутствующие, объяснить, что у меня право есть, что мы защищаем свои права и так далее, понимаете? Это даже не я говорил, это говорили все присутствующие. И все равно, после того, как я переступил через себя, я говорю, хорошо, давайте, я вам сейчас начал объяснять, ссылаться на нормы гражданского права, все вот это. Что он мне отвечает? Мы сейчас, говорит, не на лекции. Говорю, а я вынужден вам проводить эту лекцию, объяснять, что вы не имеете права ограничить нас права, понимаете? Есть указ президента, который говорит, есть коронавирус там, нет коронавируса там, какое-то положение. Есть объекты, которые должны работать и в военное время, и в эпидемии, и во что угодно, понимаете? Продавать продукты питания, это первая необходимость людям, понимаете? А не так, как приходишь на заправку, если нет денег, пойди унись, возьми салфетку, который... Мамаев, у нас на заправку в деле ничего нет, давайте все-таки не отходить от нашего уголовного бизнеса. Я вам объясняю о том, что... Я все понял, вы очень обстоятельно объясняете, я все прекрасно понял. Давайте все-таки ближе к уголовному делу. Я, как вы на... Послушайте, ваша честь, свидетели дают показания о том, что якобы они мне предложили купить маску, либо получить на инфопункте. Это вранье. Это вранье. Никто, ни по первому эпизоду, ни по второму эпизоду, никто этого не предлагал. Никто не предлагал купить либо бесплатно эту маску. Никто не предлагал, вы понимаете? Их задача, как продажа пакетиков вот этих вот одноразовых масочек, зарабатывать на этом деньги. Это, чтобы установить то, что они говорят ложную информацию, нужно посмотреть видео. И вот этот запрос адвокатский лишний раз подтверждает, что это умозаключение конкретного кассира. Более того, при допросе... У меня же, я на всех допросах тоже все фиксировал официально на аудиозапись. Ребензова, кассир Ребензова, когда задал вопрос, откуда вы выяснили, кто вам сказал, что вы имеете право отказывать. Знаете, что она сказала? Я говорю, ехала на работу на троллейбусе, дома забыла масочку. И меня выкинули из троллейбуса. После этого я пришла на работу и начала требовать от покупателей масочку. Понимаете, на чем основано? Не на нормах права, не на распоряжении руководства, а вот на этом. Другой свидетель Александрова сказала, вот она якобы подписала какой-то приказ от работодателя о том, что она должна это делать. Но, согласно официальному ответу, работодатель не требовала от кассиров себя так вести. А вопрос обслуживания в магазине правительство Мурманской области не регулирует. Это не вопрос вообще субъекта Российской Федерации. Более того, плакаты, которые где-то там висят, они тоже ничего не регулируют. Что за плакаты, что за листовки, понимаете? Ну, в некоторых магазинах висят плакаты, не снимать. Ну, запрет видеосъемки. Но это не означает, что нельзя это делать. Ломаев, вы слишком много уделяете внимания маскам. Я хочу напомнить, что вас обвиняют не в том, что вы не надели маску, а в том, что вы без оплаты забрали продукты. Давайте все-таки ближе к существу дела. Вот, теперь перехожу к ответику. Я надеюсь, как бы я довел обстоятельно, что причина моя была именно защита своих прав, реализация своих прав. И показать конкретным примером, как нужно действовать. Как нужно действовать в рамках самозащиты гражданских прав, которые нам предоставлены гражданским кодексом. Статья 14. О чем должен был быть снять ролик один из роликов, который много у меня уже было выложено к тому моменту. И опубликован. Так вот, к сути дела. В учебниках по уголовному праву, в принципе, эта ситуация описана. Когда человек совершает какие-то действия, связанные с реализацией, защитой своих прав, это по определению не может быть преступлением. Не может быть преступлением. Конкретику. Покупатель приходит в магазин. Он зашел в магазин беспрепятственно. Магазин работает. Он зашел, он все, с момента, как он переступил порог, он начал обслуживаться. Он выбирает товар. Он что-то берет, что-то не нравится ставить. Что-то там можно даже попробовать. Понимаете? Все. Дальше это называется публичная аферна. Договор в розничной купле и продаже в таких местах заключается не на бумаге, а путем совершения акцепта на публичную аферну. То есть, по сути, конкуренты и дети. Что такое аферна? Предложение заключить договор. В данном случае публичная, адресованная неопределенному группу. Мамаев, 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 юридический ликбез здесь неуместен. Давайте по существу переходим. Паша честь, я хочу пояснить. Для прокуратуры, для тех людей, которые будут слушать то, что я вам говорю. Вы здесь выступаете не для людей, выступаете, еще раз говорю. А вы выступаете в судебном заседании по конкретному делу. Не надо превращать... Паша честь, пишите, я вам сокращу. Я сокращу. Пожалуйста, по существу давайте. По существу. Имея право в магазине самообслуживания взять товар, я его, естественно, беру. И берет его любой покупатель. Это право. Я ничего не нарушаю. Я взял товар. Дальше с этим товаром я не ухожу из магазина. Ни тайно, ни открыто, никак. Ну, без цели его оплаты, понятно. То есть я не имею умысла на хищение, не совершаю хищение. Я иду, как порядочный любой покупатель, на кассу и сообщаю кассиру. В данном случае в лице кассира это магазин, юридическое лицо, которое оферку эту выставило. Сообщаю о своем намерении заключить договор. И Верховный суд на эту тему, и другие суды. У меня очень подробно и сложно, прям ссылки на конфетные дела. Говорит о том, что вот это вот само действие, когда продавцу стало известно о моем намерении приобрести товар, является моментом заключения договора. Именно это. Момент оплаты товара в данном случае вообще не имеет значения. Он может быть оплачен до передачи товара, после передачи товара. А договор уже фактически состоялся, заключился. И частично исполнен. Товар мне уже передан. Осталось только кассиру взять деньги, исполнить свою трудовую функцию, обязанность. Рассчитать покупателя. Понимаете, у меня были ролики и такие, когда у меня была возможность, я оставлял наличные деньги без дачи, когда была такая возможность. Но приезжал Ростбаргер и заставлял меня физически забрать эти деньги обратно. Вы понимаете, до какого степени морально. Но с другой стороны, каждый из покупателей имеет право на оплату товара наличным, либо безналичным способом. Это предусмотрено статьей 16.1 Закона о защите прав потребителей. Это наше право. Не у каждого человека без дачи есть наличные деньги. А обязанность именно продавца взять эти деньги. Более того, за это есть административная ответственность, если он этого не делает. Понимаете? Ну, если возникла такая ситуация, ну, поставьте автомат самообслуживания, как в крупных сетях, пятерочка, перекресток, лента, понимаете? И нету никаких конфликтов. Человек подошел, оплатил и пошел. Понимаете? А когда... Вы же понимаете, что я же никуда не уходил. Я сделал сообщение полиции. Если обратите внимание, то, когда я вышел на улицу, на улице шел дождь. Заходить обратно и ждать полицию в помещении магазина, когда я на камеру, там, ну, человек 7-8 снимали непрерывно все происходящее, потому что, ну, людям интересно, что, как. Я не могу, человек, я по состоянию не могу быть униженным, понимаете? На видеозапись, чтобы там все. Я должен был вести, довести, ну, данный видеоролик до логического конца, понимаете? Более того, в конце ролика, вы обратите, какие я фразы произношу. Я прям обращаюсь к людям, которые смотрят мой ролик, говорю, вот, я вынужден идти домой, я сделал это, загоня в полицию, что в моих детях нет никакого состава преступления, потому что я то-то, то-то, то-то сделал. Я предпринял все свои меры. Более того, сотрудники полиции должны были исполнить свои обязанности, прийти и как-то решить этот вопрос. Ведь они не отреагировали на мое заявление. Об инициативном правонарушении. Никак. До сегодняшнего момента никто никак не отреагировал. Ну, пускай будут постановления об отказе, там, возбуждении своих делах. Никак не отреагировали. Ну, я дома, извиняюсь, живу не один. И, скажем так, творогом я не распоряжался. Да, он лежал на подоконнике, просроченный, не критовую, не собирался себе не есть, не тем более уж перепродавать, там, какую-то выгоду, корысть какую-то получить. Ну, в один прекрасный момент, ну, несколько дней провалялась супруга, когда я взяла и выбросила. Все, нету этого творога. Ну, это не мое ухудшение. Это ухудшение правоохранительных органов, которые даже в этот день мне не позвонили. Сказали, придите к нам в участок. Я живу через дорогу, понимаете? Хотя бы просто позвонили, сказали, придите с творогом в отдел полиции. Не было этого ничего. Хочу обратить внимание, что Верховный суд высказался на эту тему, что вот в таких ситуациях, когда человек действует по предполагаемому, предположим, праву, так действовать, ну, не имеет умысла на хищение. А то, что умысла на хищение у меня не было. Ну, я не могу обогатиться за... Понимаете, одно дело, там, продукт, это, бутылку дорогого, там, какого-то алкоголя, да, с целью продажи. Это я могу понять. Ну, мы с вами обсуждаем 272 рубля, о которых даже магазин не заявляет. Низковое заявление, не требование. Я же никогда не отказывался. Я сейчас не отказываюсь. Пожалуйста, предъявите требование. Но они не отказываются это делать, потому что тогда явно перетечет в наши взаимоотношения гражданские правоотношения, хотя они и так там находятся. Так вот, когда сотрудники полиции приходят в магазин, они не могут ничего сделать. Они не могут заставить кассиров взять деньги. И много было случаев, когда я сотрудниками полиции с товаром, неоплаченным, уезжал в отдел полиции. Я оттуда отпускался, понимаете. Я потом приходил в магазин, ну, пытался объяснить им эту всю ситуацию. Все. Решался этот вопрос. Мы, ну, я живу в Дежинского, 8. Соседние магазины, это Самойлово-5, Гикси и... Мамает, давайте все-таки к существу приговора. Все-таки я вас призываю еще раз. К существу приговора. Значит, несмотря на то, что я в своих показаниях сказал, что я этот товар взял с прилавка, в любом случае, предварительное следствие, органы дознания, там, предварительное следствие, прокуратура, суд, должны основывать обвинительный приговор на конкретных доказательствах. Нету самого факта, доказательства, что я этот, условно говоря, творог взял в этом магазине, а не принес с собой. Первый момент. Полин, мой свидетель, Барич, она даже высказала предположение о том, что товар, возможно, мной был оплачен, даже если он был взят в этом магазине. И рассказала историю, в которой у меня есть это видео зафиксировано. Она правильно там отметила, почему она удивляется, почему я это видео мне приобщил к материалам делам. А я не могу его приобщить, я нахожусь здесь. Я не могу ознакомиться с материалами дел. Но, да, она подтвердила, что мы сделали каким образом? Мы покупали товар либо в этом магазине, либо, ну, в смысле, в другом магазине, и предъявляли его, допустим, в магазин, в котором мы приходим с проверкой, либо в самом же магазине у другого кассира, который принимал оплату, и предъявляли на оплату, чтобы просто выявить какого-то конкретного кассира и на основании этого переговорить с руководством и понести до них... Мамед, это к делу не имеет никакого отношения, ваша деятельность это общественная. Давайте к существу приговора переходите, если у вас есть что сказать. Это имеет очень прямое отношение, потому что это мотивы, это события, способствующие тому действию, которое я совершал. Значит, закругляясь, находясь на кассе по первому эпизоду, я подробно разъяснял и кассиру, и охранникам, руководство не вышло, о том, что я, что товар принадлежит мне. Ссылался на конкретные нормы права. Говорю, что товар принадлежит мне. Исчерпав все возможности донести до них свою позицию, отсутствие сотрудников полиции, ну, никто них вызывал, я вынужден был сделать это сам. В соответствии с рамками гражданского права, я имею право этот товар удерживать у себя, потому что я его считаю своим, и он таковым является. Потому что факт приемопередачи по заключенному договору уже состоялся. Потому что магазину стало известно о моем намерении привезти этот товар. Я совершил конкурентные действия, я рецептовал публичную афферту. Тоговор заключен в разъяснении Верховного Суда, судебная практика, ученые-правоведы об этом однозначно говорят. Это гражданско-правовые отношения. Прибывшие сотрудники полиции на это повлиять никак не могут. Максимум они могут составить протокол, если там имеется основание, про масочный этот режим. Но это отдельная история. Я считаю, что есть там определенные моменты. Неправомощные сотрудники полиции составляют данный протокол. Не хочу удаваться. Все. Дальше нету события, понимаете. Я сразу же, более того, если вы посмотрите видео, я предлагаю им, говорю, пройдемте со мной в отдел полиции. Он здесь находится, Держинского 7, буквально. Несколько метров пройти. Там какой-то парень начинает мне угрожать, типа, вы такие умные, типа, я вам устрою. Я не знаю, может быть, он какой-то там сынок какого-то прокурора или тому подобное, раз он себе позволяет так себя угрожать тем, что меня накажут, понимаете. И после того, как они перестали меня, скажем так, сопровождать, я понимаю, что я уже нахожусь в безопасной ситуации, в плане того, что я могу поставить телефон, довыключить и позвонить в полицию. Я именно сделал и сразу же звоню в полицию. Но при этом все это непрерывно снимает человек. С момента, как я появился на кассе, до момента, как я закончил видеоролик, сделал заявление в полицию, понимаете, непрерывная видеозапись. Весь мой разговор зафиксирован. Опять же, если мы берем по сумме ущерба, ну, Ваша честь, ну, это не та сумма, чтобы вообще рассматривать это как уголовное дело. Настолько малозначительно. Я, как тот человек опытный, который выявляет эти просрочки, мы тележками, там, по 10 штук тележки, собираем просрочки на сотни тысяч. Понимаете? На сотни тысяч. Они должны сказать спасибо, что выявили эту просрочку, там, ну, то, что не пришло руководство, ну, как бы это их вина. В первую очередь, руководство должно решать конфликтные ситуации. А они просто избегают, потому что, видимо, им возразить нечего. Видимо, у них стоит план продажи этих масок. Может быть, закупили много и нужно срочно продать. Я не знаю. Но я считаю, что это неправильно, когда руководство магазина не выходит. По второму эпизоду. Второй эпизод, вообще, извиняюсь за выражение, ну, грецкий ярцы, ну, смешно, хотя мне не смешно. Он меня обвиняет в хищении за мой товар, который вообще не является собственной, и не являлся собственностью этого магазина, когда он у меня появился в руках. Этот товар я взял у своей супруги, взял. Я очень подробно в апелляционной жалобе написал все, всю ситуацию. Да, я вот, день, как бы, прождали мы там, и тут из полиции мне не звонил, ничего не звонил. Потом с вечером пошли гулять, как обычно мы гуляем, в теоретальном бульваре, детская площадка, тут же магазин, яблочко, магнит, где мы обычно покупаемся, отновариваемся. Все, вечер, вечернее время погуляли. Супруга сходила в магазин, я с ребенком гуляю. Все, она вышла, мы там сидим, отдыхаем. И там мне говорят, ну, вот я там туалетную воду, хочу на 1 сентября. Ну, все, дорогие боги, давай сходим. Заодно я, ну, переговорю с руководством, может быть, на этот раз мне получится, там, ну, как-то надо вопрос регулировать, чтобы в следующий раз, когда я буду приходить, другие покупатели будут приходить. Вот это не повторяется. Потому что я всегда доводил до логического конца до всех магазинов. То есть я, во все магазины, которых я покупаю, мне везде отслуживают, и никаких претензий нет. Да, были, были, изначально там ситуации, потом она разрешалась, и все. У них нету больше вот этих незаконных требований. Все, ради бога, пошли мы в, этот, в ОК. Мы туда редко ходим, потому что нам туда неудобно находиться. Вот яблочко, либо гипси в соседнем магазине. Бывает, мы в ОК заходим, выходим, там еще детская площадка есть. Ну, бывает, туда заходим, типа, вот, все. Все, пошли туда. По пути зашли в магазин, детский мир, на Ленина, там, на первом этаже, тоже часто ребенок, как мы там, если проходим, он сразу туда тянет, там, вот эти машинки, игрушки, там, постоянно. Там, вот, на первом этаже, прямо возле статуи, дракон там, по-моему, что-то такое. Все, зашли, купили мы эту машинку, которую, в костичине, которую меня обвиняют. Все. Супруга в магазине предварительно купила, я там в пакет, конечно, не заглядывал, там, ну, молоко, наверное, было, там, овощи какие-то были, машинку туда купили. Все. Дальше мы пошли, и дальше, ну, встретил, к сожалению, к счастью, не знаю, люди меня стали узнавать. Подходят ко мне прямо на улице, подходят, говорят, ну, так и так вот, мы смотрели ваши ролики, и там, то-то, то-то, то-то. Все, ну, я с ними начал беседовать, супруга у меня такой человек, она вообще не вникает в эти вопросы, ей это неинтересно, на этой почте у нас даже, вот, означается, что мы и поссорились. Это отдельная, как бы, история. Вот. Все, она с ребенком пошла в этот, в ритуаль, там, в ритуаль, в магазин, в эту воду, говорит, Бога, долго не задерживайся, ну, подходи. Все. Да, 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 сейчас быстро вниз. Ну, пока туда-сюда болтали, болтали, ну, видать, это минут 40 примерно прошло. Не знаю, может, больше, может, меньше. Ну, где-то так. Мамеев, все-таки вы, может, перейдете к событиям, которые мы исследуем. Вот, вот уже, все, все, я не хожу. Да, дождем. Все, захожу в магазин, захожу в ритуаль, супруга радостная, все, дает мне понюхать эти разные варианты, нюхайте воды, все, какие есть, все, устал, все, говорю, давай я немножко отдохну, ты там еще повыбирай. Я выхожу на эту, ну, свежим воздухом из магазина, напротив кассы Окея, она там продолжает с ребенком нюхать. У меня возникает, ну, не знаю, план снять вторую серию. Можно назвать это провокацией, как угодно, но нужно сделать так, чтобы, как бы, ко мне кто-то подошел. Ну, естественно, я где-то в районе 35-й кассы захожу, ну, на территорию вот этого торгового зала, беру кассу вот эту в корзинку пластиковую, перекладываю туда товар, который в пакете, о котором я узнаю вот прямо сейчас, что там в пакете лежит, все, и подхожу на последнюю кассу. Пакеты там, естественно, выбрасываю, все, и имитирую покупку, создаю видимость для того, чтобы кассир поверила, что этот товар поднележит этому магазину. Все, начинается вот эта вот история, оденьте масочку, на каком основании, я говорю, позовите руководство, она говорит, идите на инфопункт, я говорю, вы можете позвать руководство сюда на кассу, она говорит, я могу позвать охранника. Я говорю, тогда я сделал заявление в полицию, вот, и спокойно, не спеша, я просто понимаю, что сейчас, ну, будет развитие события, продолжение, скажем так, ролика, сюжета, потому что, ну, все, не спеша иду к инфопункту. Ну, где должен быть, я так понимаю, беседа у меня с руководством. В этот момент она там, кассир, кричит охраннику, что вот, вот мужчина, который без маски ушел, не оплатил товар, все, этот козлов ко мне подбегает и сразу же, сразу же начинает применять ко мне физическую силу. Дергает меня за рукава, за пакет пытается отбрать, преградить мне движение, говорит, пройдемте, куда пройдемте? Я говорю, да, да, я не оплатил, ну, потому что у меня, оказывается, выгонять оплату. Не убегал мужчина. Все, в этот момент, как раз, ну, видимо, с ребенком увидели, что я, ну, иду, и конфликтная ситуация возникла. Они вышли из магазина и уже, как бы, были непосредственными очевидцами этого. Ну, как дать подтверждение, что я не собирался никуда скрываться там, я не знаю, ну, понятно, что я бы супругу с ребенком бы не бросил, как бы, ну, я бы дошел до инфокута, как бы, ну, в любом случае бы я, ну, не убежал бы из этого магазина. Но после того, как Козлов начал ко мне применять силу, физическую силу, понимаете, это надо воспарять видео. Это, опять же, тоже немного по времени, минут 15. Этот человек на полторы головы выше меня. У него руки, как две мои ладошки, понимаете? Этот человек физически меня во всем превосходит, просто. Плюс я веду видеозапись. У меня в одной руке пакет, в другой руке у меня телефон, понимаете? Я не мог, ну, физически невозможно представлять какую-либо ему угрозу. И этот человек, который себя везде, это называет, охранником, которым таковым не является, подтверждение этому есть. У нас, оказывается, ни ОК не знает, ни частное охранное предприятие не знает о таком человеке. Но он почему-то там работает. Не проходит, соответственно, никакую проверку знаний, никаких инфруктажей, ничего. Он начинает применять физическую силу. Души. В прямом смысле текста. Я, вот у меня в руках вот так вот телефон, я в режим селфи перевожу, чтобы, ну, видно было, что человек просто меня вот так вот охватил, в районе, вот чуть ниже шеи. Ну, вот так вот, вот это. И он после того, как только он увидел, что в режиме селфи, ну, чтобы, ну, не фиксироваться, то, что он не хотел, чтобы, видимо, попадать в кадр. Вот. Он только тогда осадил свой захват, понимаете? И в этот момент, в полтора метра стоит ребенок мой, трехлетний, смотрит на меня глазами вот такими круглыми, не поймет, что происходит. Я тоже реагирую каким образом? Я понимаю, что как-то, блин, ну, неловкая ситуация. Мужчина обнимает мужчину. Я пытаюсь перевести это на шутку, говорю, смотрите, как нас любят, ну, как любят покупатели в магазине. Окей, понимаете? Ну, потому что, ну, до меня это дико, ну, самого-то я понимаю, что, как бы, ну, я возмущен крайне, потому что, ну, извиняюсь в выражение, на тот момент мне было 44 года, а сейчас 45, чтобы меня вот так вот какой-то мужик лапал, за что? Ну, Маев, давайте все-таки ближе к существу дело, еще раз. Я вас призываю. И дальше, дальше что происходит? Соответственно, мне надо как-то освободиться, потому что я не знаю, что на уме этого человека. Я с ним, с ним встречался. Я видел, как он себя неадекватно вел. Он у меня из рук пытался выхватить вот эти две пачки творога. Это благо того, что было много людей, они в хором как-то начали кричать, зачем вы забираете у него его товар, понимаете? И он только тогда этот нос у него заработал, он отпустил этот хор, понимаете? А здесь не было группы поддержки, назовем это так. И он, ну, чувствуя вот этот беспредел, превосходство в силе, в росте, в весе, во всем, понимаете? Ну, возможно, думая, что он прав, ведя себя так, он, я реально чувствовал для себя конкретную угрозу. Более того, эта ситуация была крайне неприятная. Как в отношении окружающих людей, так и в отношении своего ребенка, супруги, чтобы вот это вот происходило на глазах. Ну, вот это все, понимаете? Ну, максимум, ну, встаньте, ради бога, если думаешь, я собираюсь уйти из магазина, встаньте, 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 встаньте. Ну, я ж не буду на него нападать, там еще что-то делать. Ну, я не пройду сквозь него. Вот, я так, это супруги отдаю телефон, говорю, снимай. Что бы, ну, со стороны было видно. Потому что мне нужно освободиться. И он понял, что сейчас переходит телефон, ну, а, и когда я шел, я сразу же говорю, супруги, вызывай полицию. Потому что я вижу, что человек себя ведет неадекватно, вот, и она уже в тот момент уже звонила по телефону, и после того, как она уже звонила по телефону, он начал ко мне применять силу. Это все на видео зафиксировано. Вот, я ей говорю, что, ну, даю ей телефон, вот так вот, ну, передаю, но посланник прям рядышком стоит. Я говорю, вызываю, а, типа, снимаю, я с полицией разговариваю. То есть она уже разговаривает с полицией. И там слышно, как бы, она говорит, что, типа, сообщает, что, вот, это мужчина, в смысле, охранник напал на мужчину, там, ну, все, что это происходит. Соответственно, изменяясь за выражение, у меня уже совсем не до ролика, не до инфопункта. Я уже нахожусь в состоянии вот этого стресса, мне нужно, вот, выйти на улицу, подышать, успокоиться. Соответственно, телефон я передал, и дальше я, ну, пытаюсь от него, ну, ну, изобрять не уйти и отойти на расстояние. Ну, просто отойти, ну, просто на элементарно комфортное расстояние для любого человека. Просто отойти, ну, он все равно на меня прет вот этой массой, понимаете. Он хватает своей рукой ладьбища, пакет у меня. А я, ну, пакет, ну, вот так вот, заголовину взял, чтобы ручки торчат, ну, чтобы, ну, крепче держать, чтобы он меня не выхватил. Он умудряется в эти ручки засунуть, ну, руку свою и начинает тянуть. Я тяну на себя, он тянет на себя. Мой товар, еще раз повторю, он не имеет никакого отношения, он не являлся очевидцем, он не был на кассе. Он тянет себе. Соответственно, ну, чтобы как-то, ну, от него отделаться, в том числе и тот товар остался у меня, я просто, ну, делаю упор рукой, потому что когда просто так вот тянешь, ну, вот это вот получается, тяни, толкай, туда-сюда-сюда. Я просто, ну, упираюсь рукой и тяну, и ручки у него рвутся. На допросе, ну, задавались вопросы свидетеля. Грузоподъемность этого пакета 3 килограмма. 3 килограмма, он мягкий, он обьется прямо, я могу прям, ну, где угодно его порвать, вот просто вот так вот руками. Там физически невозможно не испытать ни боль, ничего. Более того, ну, я ему ничего, никаких травм не причинял. Я вырвал свой пакет, все. Потому что это мой пакет, ну, он не имеет права применять ко мне физическую силу. Если он читал закон об охранной частной детективной деятельности, он должен знать статью 16 применение физической силы. Только если есть непосредственная угроза применения к нему, ну, угроза его жизни и здоровья. Я ему угрозу никакую не составлял. Понимаете, вот сколько по видеороликам, в смысле, по телевизору показывают случаев. В реальности, ребенок украл шоколадку, охранник ему позвоночник ломает. И тому подобное. Мамаев, не надо нам вот этих случаев приводить, давайте о своем деле, все-таки. Если есть что-то. А вот тот случай, понимаете, я на самом деле был на тот момент шокирован. Я, конечно, понимал, что мне нужно доснимать ролик до конца, до экологического. Ну, я все равно был очень сильно возбужден. Это, в принципе, я прямо на видео говорю сотрудникам полиции. Так вот, супруга вызвала полицию. Ну, понятно, что быстро никто не может приехать. Поэтому там в это время, ну, где-то в районе ОКИ, ну, наряд полиции прогуливался. И заявка им поступила. Все. Я как раз когда выхожу, и они выходят из этой, ну, чечопа, или как, ну, в смысле, вот, возле детской площадки, там, деревня. Я просто вижу их. Это на видео все записано. Идет непрерывная запись. Потому что супруга дальше идет за мной, и фиксируется все на видео. Там видно, что я козлову разъясняю его права, что он не имеет права ко мне применять физическую силу. Я ему говорю, что иди просто со мной. Не трожь меня. То есть это все наглядно видно. Почему это на стадии предварительного расследования? Суда, в первой инстанции, здесь. Почему это игнорируется? Ведь просто нужно было посмотреть видеозапись, и никаких вопросов бы не возникло. Не нужно допрашивать свидетелей. Ничего это не нужно. Видеозапись есть непрерывная, четкая, подробная. Что, ну, там есть, если есть, поставки со стороны козловов. Мамаев, все эту запись смотрели. И суд первой инстанции, и второй инстанции. Что вы возмущаетесь? Давайте по существу. Ну, я же не знаю, смотрели вы или нет. Потому что материалы непосредственно следуют за этим заседанием. Здесь было отказано. Так вот, в итоге все. Тоже событие до конца не доведено. Все. Идет полиция. Я сразу же иду к сотрудникам полиции. Как только сдалека я их увидел, сразу к ним иду. И козлов идет рядышком. Все. Мы к ним подходим. Все. Я, ну, все. Жду говорю, сейчас подождите. Сейчас подойдет супруга, ну, чтобы дальше продолжать фиксацию. Я, ну, человек публичный. Я понимаю, что мне нужно каждое свое слово взвешивать, фиксировать и тому подобное. Понимаете? Все. Супруга подходит. Я беру у нее телефон и отдаю ей пакет. Ну, просто, чтобы он мне не мешался. При этом я не говорю фразы, там, типа, убегай с пакетом, там, там, ну, что-то, просто даю, ну, я у нее буквально несколько минут назад этот пакет взял с ее товаром. Ей нужно идти ребенка кормить и все остальное. Естественно, это прям на видео слышно, как она еще когда за мной везет, говорит, что, ну, ребенок уже как бы испугался, типа, сейчас пахнут, типа, увезут, там, вот это все. И она говорит, типа, да, пойдем домой, на площадку гулять? Нет, домой пойдем кушать. Ну, вот такое. То есть мы просто, ну, если вы видели, мы это видели. Все. Дальше я как бы понимаю, что мне нужно, опять же, вот эту тему самозащиты, защиты прав, вот это, ну, продолжение ролика делать. Я, соответственно, сотрудникам полиции пытаюсь довести нормы права гражданского, там, про ЧИБИСа, говорю про его постановление, что 47 ПГ, оно отменено у нас в 71 ПГ, про вот это вот, понимаете, вот это все, то, что в конечном итоге потом должно лечь по основу моего ролика, то, что я неоднократно говорю сотрудникам полиции, там, работникам родителей. Мамаев, Мамаев, события, в которых вас обвиняют, закончились на этом, нет? Ну, фактически закончились. Ну, а что вы нам рассказываете-то дальше, то зачем вы нам рассказываете дальше-то все? А я хочу вам объяснить, что, смотрите, на тот момент, как бы, сотрудники полиции, как бы, да, соглашаются, что, в принципе, нет у моего состава никакого деньги, они отказываются брать. Я говорю, ну, давайте проследуем это в отдел полиции. Все. А хочу ответить, что я в отдел полиции был доставлен не в связи с подозрением, там, в хищении, тому подобное, а в связи с тем, что якобы я нахожусь в розыске, понимаете? И вот, как я пришел в отдел полиции, ну, это через дорогу, супруга, соответственно, пошла домой, никто ее, ни сотрудники полиции не задерживали, ни в этот день, ни на следующий день, ну, сказали, ну, товар ничего не брали, объяснений не брали. За все время вообще ее ни разу никто не допрашивал, никаких следственных действий не было. Все, я пришел туда, дальше ожидаем. Дальше сотрудник полиции пошел в этот, в окей. Ну, естественно, первым делом, что нужно смотреть? Нужно смотреть видеозаписи, видеозаписи нужно смотреть. И он смотрел эти видеозаписи. Так нет у меня на видеозаписи, понимаете? Нету, потому что меня там не было в магазине. И вот он приходит, а я когда в отделе полиции находился, я, конечно, видеозапись не вел, но я вел аудиозапись. И там зафиксировано, как с меня дежурный Васильев пытался выбить нужное ему объяснение. Я ему говорю одно, я ему рассказываю про нормы гражданского права, о том, что я приобрел табак, вот это вот все, понимаете? То, что мне важно для роликов, словом говоря. А он пишет свое, он пишет свое, и потом говорит, подпиши. Я начинаю читать, говорю, да как же вы так можете это писать, я же этого не говорил. А он написал, что я, как бы, я взял в магазине с прилавку товар. Да я, как бы, я этого не делал, этого не права, понимаете? Он там, да, запугивал, что сейчас я тебя оставлю, там, ночевать будешь, я имею право тебя на 48 часов задержать, и все. Но в итоге, потому что у них не было ничего, они меня отпустили, я пошел домой. Более того, я же ничего не скрывал. Ко мне потом обратился сотрудник, Павлов его, по-моему. Я ему сбросил эти видео, которые я уже в интернет разместил. Кто-то там еще разместил в интернет. Мамаев, это не имеет отношения к делу, кто что где разместил, давайте по существу. Я это к тому, что я не препятствовал, я, ну, как, ссорить. Как сказать, смягчающее обстоятельство. А мы вас в этом, и никто не обвиняет в этом, не надо это анализировать. Давайте все-таки то, что есть в вашем обвинении. А в принципе, вот они все события. Ну, только я там же. Тут все очень просто. По первому эпизоду взял просрочку, доказательств того, что взял, нет. Не надо, не надо, повторяться не надо. Да, да, да. По второму эпизоду, так это вообще товар, не их. Понятно, мы это помним. Я могу предположить, что булочку, одну булочку, там, и там что-то еще, огурцы в упаковке, были куплены супругой. Я могу это предположить. Ну, пока меня не было долго, может быть, они заходили там, что-нибудь перекусить купили. Одну булочку, там, ну, обычно люди же когда покупают несколько булочек. Ну, может, не доели, может, меня решили оставить. Я не знаю, одну булочку. Цена вопроса, там, 13 рублей, и огурцы, там, не знаю, 14 рублей. О чем речь? Мамаях, это не имеет отношения к делу. Давайте все-таки посуществует. Ну, это имеет отношения, потому что, если вы меня обвиняете в преступлении, то есть это должно быть вред, который... Ну, нет, мы вашу позицию это поняли. Мы вашу позицию поняли, что вы эти продукты не брали в торговом зале. Это все понятно. Зачем часто об этом рассказывать? Мы же все понимаем прекрасно. Потому что я об этом говорил, а все понимают, но все игнорируют это. Все игнорируют норму уголовно-профессионального кодекса. Мне говорят, не надо читать, не надо оглашать. Ну, как же не надо? Если я вам об этом говорю, я говорю судье Белозерковой, на каком основании вы меня удаляете? Ваша честь, позвольте, я просто зачитаю. Нет, Мамаев, не надо зачитывать. Давайте по-честному решению обжалобного. Если есть что-то сказать, по вашим датомоводам жалобам. По-честному, по-честному. Ваша честь. 26 января. 10.55.30 секунд. Аудиозапись. Судья Белозерская объявляет. Напоминаю участникам судебного разбирательства, что судом постановлено рассмотрение дела в отсутствии подсудимого Мамаева ВП. Понимаете? Понимаю. Она напоминает участникам судебного разбирательства, что судом постановлено рассмотрение дела в отсутствии Мамаева ВП. Естественно, в протоколе на странице 26 написано по-другому. Подсудимый Мамаев ВП, удаленный зал судебного заседания, порядка части 3, статьи 258 УПК. Вот истинно. Дело рассматривалось в мое отсутствие. Это является безусловным основанием для отмены приговора. Безусловным основанием. Потому что в данном случае выносится заочный приговор. И это дело можно рассматривать в отсутствие подсудимого только в двух случаях. Так, не надо нам рассказывать, в каких случаях. Вы это знаете прекрасно. И более того, человек, который осужден, но имеет право подать ходатайство, и только по факту подачи ходатайства этот приговор отменяется, и дело рассматривается заново. Мамаев, это вы путаете. Вы закон путаете. Это не то. Вы не об этом говорите. Давайте не будем браться за то, в чем не разбираетесь. Давайте скажите нам, что вы хотите. Что просите от суда. Давайте закончим вот этим ваше выступление. Ваша честь, я понимаю, что, может быть, я в чем-то не разбираюсь, но у меня огроменный опыт по гражданским делам. Я имею очень большой опыт именно и в трудовой деятельности, и в деятельности индивидуального предпринимателя. Мамаев, мы это не исследуем сейчас. Пожалуйста, что касается существа. Что просите от суда? Вот на основании того, что вы сказали, мы поняли, в чем незаконность, по вашему мнению. Что просите от суда в итоге? Ваша честь, я считаю, что приговор был вынесен не объективно. Не были исследованы все доказательства, ну, нормальные исследования доказательства. Но и нет этих доказательств, чтобы меня признать виновным. Я понимаю всю, скажем, всю ситуацию, что для меня хотелось бы выйти прямо здесь и сейчас на свободу. Но я все равно, если вы обратили внимание, прошу отменить приговор. Но не прошу вынести там окончательное решение, там оправдательный приговор. Потому что я считаю, что вот эти все замечания, которые я еще даже все не перечислил, были выявлены мной. В том числе рассмотрение моего отсутствия, не участие меня в приеме и так далее, и так далее, и так далее. Отказы там на предварительном судебном расследовании, в судебном здании. Они не могут устранены быть здесь, в суде апелляционной инстанции. В принципе, как вы вынесли определение, вы не собираетесь это устранять, потому что материалы дела не следуются. Поэтому я считаю, что дело должно быть возвращено обратно на рассмотрение суда первой инстанции. И слава богу, масочный режим отменен. Не будет у судей Белозерской, ну слава богу, она уже не будет по второму разу рассматривать. Но может быть у другого судьи не будет желания поставить мое конституционное право на судебную защиту, на мои обязанности, гарантированные у меня уголовно-профессиональным кодексом, высшим законом, в котором в статье 7 сказано, что все, что противоречит, не применяется. Вот если в этом случае будет рассматриваться дело, я сделаю хороший материал для граждан, которые будут так или иначе смотреть, слушать мой контент, который я все равно планирую довести. Я, в конечном итоге, буду заниматься этой деятельностью, назовем это блогерское, какая угодно, правоохранительное. Но, Майк, по существу у вас все? Мы поняли, что вы прошу. Прошу отменить приговор и все-таки передать дело на новое рассмотрение в другом составе судей, потому что те замечания, которые здесь произошли, они не устранены. Понятно. Позиция понятна, присаживайтесь. До слов в прениях адвокатов. Реплики будут? Ваша честь, реплика. Еще раз хочу обратить внимание, в материалах дела нет ни одного доказательства, я не говорю уже о совопутности, подтверждающей мою виновность в хищении. То есть безвозмездном, неправомерном изъятии чужого имущества. Нет ни одного доказательства, которое бы противоречило моим показаниям. Более того, ваше честь, я еще одну фразу добавлю. Хочу обратить внимание, что несмотря на то, что есть видеозапись, где четко все зафиксировано, слова, мини-ка, все что угодно, понимаете, все равно даже в приговоре искажаются сказанные мной слова. На виде записи четко зафиксированы мои слова, дословно, что воспринято было как угрозу насилия. В тот момент, когда козов со спины меня обхватывает на уровне шеи, чуть-чуть ниже души, скажем так, я обращаюсь к окружающим людям, это все зафиксировано на виде. Он меня хватает, силу применяет. Это я говорю. Отпусти меня. Человек применяет ко мне силу. Я имею право в ответ применить силу. В ответ применить силу. Он меня хватает, обнимает, силу применяет. Я людям говорю, ну смотрите, что творится. Там дети, по-моему, это все видно было. И дальше я говорю, я вас предупреждаю, предупреждаю. Сейчас будет применена сила. И вот после этих фраз он меня отпустил, понимаете. Никакую угрозу, основания меня бояться не было просто. Я действовал в рамках 37 статьи Уголовного кодекса. То есть, ну, я делал право на самозащиту. Я не превышал все мои действия, были, не выходили за рамки там соразмерности содеянного, скажем так. Зачем он это делал? Зачем? Зачем? Это я оценю как упоказ. Мамаев, реплика, это краткое высказывание. Вы понимаете слово реплика, значение, да? Так. Значит, реплику вы правы, мы воспользовались. Вам предоставляется судом право на последнее слово. Если желаете что-то еще сказать, пожалуйста, слушаем. Ваша честь, я не знаю, какое решение будет принято. Могу только предполагать. Но если суд все равно вопреки всему вынесет обвинительный приговор, ну, то есть оставит в силе, там, еще что-то. Я все-таки прошу учесть и другие обстоятельства. О том, что суд на момент внесения приговора необоснованно вынес такое тяжкое наказание. Вот самая, скажем так, притянутая статья, часть вторая, статьи 161, якобы там насилие, либо угрозы применения насилия, которых не было. Это на видео все четко видно. В какой ситуации, что происходило. Основания опасаться не было. Эта часть вторая была для того, чтобы продлить вот это вот судебное разбирательство, чтобы без ограничений по времени имели лежать в изоляторе и так далее. То есть это просто инструмент. Процессуальный инструмент, ну, прямо скажу, беспредела. Это мое мнение. Так вот, на мой взгляд, на тот момент я уже 50% фактически отбыл наказание, связанное с реальным лишением свободы. Хотя часть вторая, статьи 161, предусматривает принудительные работы. Я ранее никогда не подвергался уголовному преследованию. Никогда. Впервые, вот в 45 лет, я оказался в тюрьме. Я себя всегда считал законопослушным, грамотным человеком. В том числе юридически. Ну, несмотря на это, суд по какой-то причине, опять же, не приводя никакого довода, считает, что принудительной работы будут недостаточно, а надо вот именно лишение свободы. С учетом того, что 50% я уже отбыл. На сегодняшний момент я уже отбыл 2 трети наказания. Вот если пересчитать год и 8, 8 месяцев я только нахожусь в изоляторе. 1 к 1,5 пересчитать. Месяц я находился в больнице. 1 к 1,5. Не знаю, судья почему-то считает 1 к 1. За предыдущие действия у меня было 5 месяцев, 18 суток. То есть, все в совокупности говорит о том, что я уже отбыл 2 трети. Ну, сюда и были основания применить статью 15, часть 6, по-моему, о том, чтобы снизить категорию. Ну, я понимаю, что хочется мне отправить на сидежу, где ломают людей, да, где таких вот правдолюбов, так сказать, воспитывают. Я не умру. Я переживу все. Я расскажу о всем. Но даже здесь, если лишает человека реально свободы, можно было с учетом отсутствия отягщающих обстоятельств, наличия смягчающих обстоятельств, двух пололетних детей, супруги, ну, как минимум назначить колонию-поселение в Оленигорске. Откуда моя супруга, которая сейчас там живет, потому что она, я вам скажу прямо, в связи с этими ситуациями уволилась с работы в городе Мурманске и уехала жить в Оленигорске. Я не знаю, как я буду теперь восстанавливать свою семью, свои отношения как-то. Я не знаю. Как говорится, наказали, так наказали. На сумму менее тысячи рублей, якобы похищенного имущества. Если применить вот эту вот меру о том, что изменить колонию на поселение, то я фактически сейчас уже отбыл это наказание, потому что там пересчет один к двум идет. То есть я его уже отбыл, по идее, даже если признавать меня виновным, меня нужно отпустить, и у меня будет реальная возможность, если обвинительный приговор, в нормальных условиях, с изучением материала уголовного дела, с изучением аудиозаписи судебного заседания, первой инстанции, второй инстанции, готовить кассационную жалобу, а не проходить карантин в Сиеже. Или еще как-то. Понимаете? Ведь наша цель, конечно, в итоге, донести до меня, до других людей, что это либо правильно, то, что я делал, либо это неправильно. Если неправильно, то почему? Ну, на данный момент то, что я вижу, то, что я видел, то, что я читал, я вижу, что доводы суда, первой инстанции предварительного расследования, они не аргументированы, не объективны. Просто совокупностью доказательств доказаны. Доказано что доказано? Какой совокупностью? Каким конкретно доказательством? В частности, подсудимый Козлов, так он крайне заинтересован в исходе дела. Потому что он, по сути, совершил преступление, превышение полномочий частного охранника, если он таковым не является. Либо самоуправство, 330-я статья. Кассиры, то же самое, самоуправство, там, не важно, административное, либо уголовное. Нарушение прав потребителей, целый букет дискриминации, да много чего, понимаете? Но если я не прав, так вынесите конкретно, где будет четко написано. Но в любом случае, даже если я не прав, это не состав хищения, это не состав кражи, грабежа, разбоя. В лучшем случае, если меня признавать, это по самоуправству. Но с учетом размера вреда, который, опять же, в суде не доказан. Не доказан размер вреда. Ну, накладные, что такое накладные? Даже если брать вот эти бумаги, никем не подписанные. Вообще, что это за бумаги? То эти документы не могут ничего доказать. Эти накладные отдат, которые уже после совершения событий. Ну, товар, я так понимаю, в магазине должен появиться, ну, до событий. Я на это обращаю внимание, ну, как бы, я не знаю. Более того, конечно, у нас в каждом магазине, в крупном магазине, весь этот товар продается. Это молоко Пармалат, эти игрушки Технопарк, и вот это все, все это продается везде. Более того, если применять более низкую категорию преступления, при реквизиции, в начале 6 статьи 15, то, в принципе, по части 1, не может быть наказание связано с решением свободы. Это я также в дополнение к своей операционной жалобе указал. Но не наказывают людей за вот такие вещи, даже если там покрупнее будет ущерб, сразу с решением свободы. Там огромный перечень наказаний, которые идет, и самое тяжкое, это лишение свободы. И тут мне отдают лишение свободы 6 месяцев, полгода. Хотя из обстановки видно, что я действовал в общественных интересах, что нужно применить 64 статью, нужно применить кучу отмечающих обстоятельств. Даже если я где-то превысил пределы самозащиты, самообороны, все равно это нужно учесть, как слегчающее обстоятельство. Поведение, в данном случае, потерпевшего. Ведь они, по сути, спровоцировали весь этот конфликт. Но приняли бы оплату, проблем никаких нет. Но пришло бы руководство, предоставило бы какие-то аргументы, реальные аргументы. Ведь я как всем говорю, и на видео, у меня много видео дают, я говорю, я сделаю, как вы скажете. Вы только покажите, пожалуйста, где написано, что вы имеете право отказывать. Более того, я об этом говорил и в зале судебного заседания, когда я говорил, покажите, в правилах посещения суда, октябрьского районного суда, где сказано, в пункте 2.6, о том, что если у человека нет маски, он не допускается в здание суда. Там такого нет. Там написано, что они должны пользоваться этим. Но что он не допускается, такого нет. Там написано, что не допускается, если есть признаки заболевания и не прошел там обработку антисептиков. Ну, никто там антисептиков не проходит. Маски, на нос, извиняюсь за выражение, натягивают, только когда мамают, заходит в суд. У меня даже ролики есть, где я с сотрудниками полиции, с сотрудником суда, идем в полицию, оформляться по протоколам. Там Жанна Владимировна такая есть, которая подходит ко мне и начинает меня отчитывать за то, что я без маски. А сама стоит передо мной без маски. Так я что, человек второго сорта? Она мне дает указание, чтобы я одел маску, а сама стоит без маски. А судья Делозерская, почему себя так ведет? Почему судебное заседание своим участием, она требует маску? А моего сахамерника Мехтеева, который также ездил к ней на судебное заседание, она даже замечания ему не объявляла. Почему другие судьи мне не делают замечания? Почему вообще в зависимость ставится моя жизнь, жизнь моих детей, моей семьи, зависимости маски, да я не маски, да вынесите вы мне на этот штраф. Но дайте мне возможность сказать слово в суде. меня обвиняют в преступлениях, в тяжком преступлении. Но любой человек имеет право на это, любой человек имеет право на защиту, хотя бы возражать что-то. Ваша честь, я не знаю, конечно, какого вы приняете решения, как говорится, по внутреннему убеждению и совести вы выносите решение. Ну дай Бог, что ваше решение будет на вашей совести. Спасибо. Суду дается освещает другому принятие решения.